Добавляйте время. У нас есть двумя сайта, если бы вы хотите посмотреть. Кофе-меню на стене. Каждое утро Анастасия приветствует гостей в своем первом украинском кафе в американской столице. Начала бизнес вместе с сестрой. Открыли заведение незадолго до начала полномасштабной войны России в Украине. За первые несколько месяцев кафе «Дилайт» пережило пожар и несколько попыток неизвестных ворваться в помещение. Но выстояла, как сейчас стоит Украина. Еще до 24 февраля местные выстраивались в очередь, чтобы помочь Насте и Веронике восстановить бизнес. А после – для того, чтобы поддержать украинское заведение и украинских военных. Мы делились с людьми культурой и вкусами Украины. И мне кажется, мы выполнили эту функцию. Потому что людям очень нравится. Нравится все украинское. Они приходят, фотографируются, спрашивают. Мы здесь продаем орнаменты украинской росписи. Все покупают. Мы устраивали аукционы. В целом, американцы – люди общества. Они очень любят чужую культуру. Они хотят познавать. Они видят, что когда люди действительно этим классно делятся, интересным, они хотят быть в этом. И чужому учитесь, и своего не сторонитесь. Подумали в Дилайт и предложили американцам украинский фьюжн. В меню здесь яйца Бенедикт, сладкие сырники с соленым грибным соусом и классический украинский борщ по особенному рецепту. Ну, во-первых, я делаю бульон совсем по-другому. И даже некоторые говорят, блин, мы такого никогда не пробовали. Ну, бульон, реально там есть секрет. Ну, ладно, один из секретов – это любовь. Если нет любви и вложения своей души в блюдо, то это будет невкусно. Украинцы и американцы разделяют любовь к свободе и независимости, говорят. Поэтому посетители понимают, почему Вашингтон помогает Киеву и почему будет стоять плечом к плечу столько, сколько потребуется. Здесь никогда не было такого «О, вы, братские народы! Как вы думаете, почему вы воюете?» Этот вопрос здесь никогда не звучал. Они приходили и понимали, что есть страна, которая напала на другую страну и принесла беду. Приходят в кафе не только за вкусной едой, но и за украинским искусством. Все картины, вышивки и экспонаты на стене на продажу. Каждая работа, которая будет продана, а они все продаются, пойдет на поддержку Украины. На поддержку украинской армии. Ой, слушайте, это нам, парни. Я так люблю это. Это Дэшбэ, десанта штурмовой батальон на Донбассе. Это первые парни, которым мы помогли. Это они передали нам 29 числа почти год назад, в 2022. Мы уже так стерли эту надпись. Проходим всегда рядом с этим флагом каждый день. Я очень надеюсь, что все ребята живы. Рядом с флагом, с передовой – портрет президента Украины Владимира Зеленского. Единственная работа, которую не продают. Портрет нарисовал американец и подарил заведению. К нам пришел человек и говорит, а приедет ли к вам Зеленский? Я говорю, вряд ли, потому что, если помните, он должен был приехать сюда, в Америку. И говорю, вряд ли, потому что, мне кажется, у него есть более важные дела, чем приезжать к нам в кафе. А человек отвечает, если бы у меня была возможность с ним встретиться, то я бы ему поцеловала руку. И честно, это прям до слез, потому что я понимаю, что мы находимся в демократическом государстве. И люди очень это ценят. И если люди видят, особенно украинцы, что за демократию в других странах борются так же, как и здесь, для них это что-то родное и ценное. А пока рассказывают об Украине, напоминают посетителям, что война ближе, чем за 10 тысяч километров. И собирают средства для поддержки ВСУ, чтобы собственноручно помогать приближать победу шаг за шагом. Майк Хоффман из Вашингтона для телеканала Freedom.